Здравствуйте друзья! В Ставропольском крае фермеры готовы перекрывать дороги из-за подорожания и отсутствия дизельного топлива. Дизельное топливо 6248. Вы не охренели? Через две недели, когда бабло соберут, а уборочная идет, а уборочная проходит быстро, нельзя, нельзя допускать подорожания дизельного топлива, потому что то, что сейчас уберут на таких высоких стоимостях дизельного топлива, то потом вам привезут в магазин по такой же высокой стоимости. Повышение на топливо, цен на топливо, вы увидите завтра в магазинах. А вы думаете, продукты повысятся в цене на 5%? Да нифига! Там тоже торгаши, и они продукты повысят процентов на 10-15%. То есть уже оборзели просто! Дизельное топливо 6085. Вот вы не охренели? И 92-4950. В Советском Союзе заправки имели одно и то же ценообразование везде, где бы ты ни поехал, в Москве, в Московской области и так далее. Стоимость топлива была одинаковая. К примеру, 20 копеек за литр. 20 копеек за литр! И никакие там осенние подорожания не проходили, когда шла уборочная страда. Дизельное топливо вообще в стоимости никто не считал, потому что оно было дешевое, стоило копейки. Страна беспокоилась о том, чтобы убрали урожай, потому что кормить надо коров, кормить надо овец, кормить надо людей. А сейчас что творится? А сейчас людей гонят на войну умирать. Поэтому, что они будут кушать, никого особо не интересует. Присоединяйся к своим. Свои уже в черных пакетах. И цена на топливо, кстати, их больше не интересует. Белгородская область. Собирать подписи за Единую Россию без бронежилетов. Все-таки не решились. Иркутская область. Воздуха наберите. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, что здесь происходит у нас? Голосование посылок вашего облака. Это какой у нас участок? Вы все снимаете? Да, да. Вы имеете право? Да, я снимаю. Такая красота и величие. Как тут не поснимать? Какой участок у нас? 11.01. Решение есть? Телефер, пожалуйста, звоните 7.01. У вас есть? У нас есть выездная книга. Мы на остановке, женщина. У нас есть только выездная книга. Я член территориальной избирательной комиссии. Наши жители сообщили о том, что у нас вот такая форма проводится, голосование. Да, мы на 2 дня. Вы здесь сегодня один день или это был? Сегодня с 12 часов до 2 часов. До 2 часов здесь постоим. А в 2 часа приедет газелька, перевезет нас. На другую автобусную остановку. Второе место в рейтинге аналогов нет. Занял заброшенный колодец. Его для надежности шифером так, с деревянной палкой, прикрыли. А третье место бак для воды. У кого-то на даче. Посередине идите, то потодите еще. Ого, там воды. Верните наших парней домой. Верните мобилизованных. Верните мобилизованных. Если ваше слово хоть что-то дозначит. Я что-то сказала, буркули. Кто еще хочет сад наклеить? Ну что? Смотрите. Пацаны, так он походу так и не понял. Надо прийти еще раз вечером. Еще и на капоте ему объяснить. Дорогие друзья. Благодаря в том числе и интернет-магазину Гордон Шоп мы смогли приобрести уже для наших вооруженных сил 60 дронов DJI Mavic 3 Fly More Combo. Дронов, которые так необходимы сегодня на фронте. Я обращаюсь ко всем. Заходите в интернет-магазин Гордон Шоп и приобретайте там все, что хотите. Начиная от футболок с моим изображением, заканчивая книгами с моим автографом. А еще там есть конфеты, Гордон в шоколаде, птичье молоко. А еще там есть яйца Гордона в шоколаде, в золотой пирамиде. А еще там есть кружки, зефир и так далее, и так далее. Когда вы окажетесь в интернет-магазине Гордон Шоп, скучного точно не будет. Покупайте мой мерч, приближайте победу Украины над фашистской Россией. Почему буква «З», что она значит, никто не может сказать. Она ничего, потому что не значит. Они 20 лет разворовывали полностью армию, а потом решили начать войну. И думали, что просто сейчас Украина испугается и сама все отдаст. Поэтому они поехали захватывать Киев на автозаках, повезли там с собой парадную форму. И когда они поняли, что война не закончится через 3 дня, она только началась, и придется долго воевать, нужно было население России готовить. Нужны были какие-то символы, которые они даже заранее не придумали. Например, в кадр попала техника с буквой «З», например. И они решили сделать ее символом. Начали это везде буквой «З» мудацкую рисовать на всех баннерах. А здесь просто полный маразм, просто полные идиоты. Это деградация полная. Все империи разваливались. Я считаю, что Украина должна победить. И я верю и надеюсь, что она победит. Российская армия должна быть разгромлена, и она должна выйти со всех оккупированных территорий. Это же как раз ключ к тому, чтобы этот режим фашистский наконец-то рухнул. Мы же все этого столько лет ждали. Должен случиться крах идеалов. Люди должны узнать о всех преступлениях путинского режима. Все должно быть опубликовано, рассекречено. Это будет шоком для людей, конечно. И только через вот этот крах идеалов, через этот шок оздоровления, возможно, в общем... Покаяние. 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 Должно случиться покаяние. Потому что мы должны детей, будем все учить тому, какая это чудовищная была ошибка, какое-то было чудовищное заблуждение. Сколько мы натворили бед, сколько мы горя принесли в этот мир, чтобы они не повторили это больше. Вся российская боевая авиация, выведенная из Белоруссии, 11 вертолетов и 9 истребителей, вывели и сразу покрышечки сверху положили. Все по технологии. Ни у кого в мире такого нет. Аналогов нет. Бабули из отряда Путина Позвонили, пригласили приехать на СВО. Алло. Алло, Людмила Ивановна? Да-да. Здравствуйте. Мы из организации «Правнуки Победы». Хотели бы вас пригласить на СВО. Вы хотели бы поехать? У вас есть возможность? Ну, вы знаете, я бы с удовольствием, но у меня в уши, ну... А там на... Там просто на 28-ю линию обороны там ничего, ну, не будет происходить? Ну, я не за себя. Я просто, что я его не могу на целый день оставить. То я ему кушать подаю, то я ему таблетки подаю, высокое давление. Он у меня летчик был. А тут еще хоронен. На той неделе два похоронили его друга. Он прямо какой-то... Ну, требует внимания. А я бы так все выбросила и поехала бы. А если видео записать, вот вы могли бы, если вот не ехать? А кто вам телефон мой дал? А мы нашли. Мы по справочнику нашли. Ага. А, да. В Совбезе. Могли бы вы записать? Не знаю, а где вы находитесь? А? А где вы находитесь? Мы в Киеве. Вы в Киеве? Да, да. Так а как же тогда записали бы вы? Не, так мы бы приехали к вам. Мы приедем, привезем вас. Можете, кстати, в Киев заехать с нами, потом приехать. Ну, давайте созвонимся тогда. Созвонимся. Да, хорошо. Сейчас давление у него высокое. Я не дохожу из-за того, что то таблетки там, то... Я понимаю, да. Все, спасибо. Слава Украине. Слава Украине. 562 дня прошло. От Пути наш президент до слава Украине. Продолжение следует...